Знакомые с детства улицы раскроют свои секреты. В Колпино стартовала серия пешеходных экскурсий по достопримечательностям исторической части. Памятник основателю Колпино на берегу Ижоры установили в 1997 году. А в начале 18 века именно по приказу Меншикова в районе нынешнего совхоза имени Тельмана возвели плотину и пильную мельницу для леса, шедшего на строительство кораблей. А в 1722 году возле мельницы уже сформировалась рабочая слобода, ставшая позже городом Колпино. Несмотря на то, что практически все участники экскурсии здесь родились и выросли, многие факты из истории родного города им довелось услышать впервые. «Когда на земле на это все смотришь, это совершенно не то, что когда читаешь пардон в интернете, потому что сразу стало все понятно, в одну секунду». Познавательные прогулки по знакомым улицам мимо известных каждому зданий в этом году начали проводить впервые. Хотя такая идея у работников библиотеки имени Светлова и краеведов возникла еще пару лет назад. По их словам, жители Колпино всегда интересовали мероприятия, на которых повествуют об истории ижорской земли. «Экскурсии для колпинцев гораздо более ответственное дело. Это люди, которые город свой знают». Путешествия в прошлое Колпино проходят по субботам. Каждую неделю их проводят разные краеведы. Пока их участвуют в проекте лишь трое. И несмотря на то, что все рассказывают об одном – о старой части Колпино, прогулки друг на друга не похожи. «Мы планировали, что они будут раз в месяц, но оказалось, что желающих столько, что люди стали звонить, приходить, записываться. И экскурсоводы у нас безвозмездно совершенно это делают. И вот они как-то тоже с энтузиазмом согласились еженедельно в свой выходной это делать». Пешеходные экскурсии по городу будут проводиться до конца года. Весной краеведы планируют устраивать прогулки по местам воинской славы, а также организовать поездку в Устежору на место Невской битвы.